Цены на новостройки не будут снижаться даже несмотря на сворачивание всеобщей программы льготной ипотеки. Такое мнение высказал руководитель сети агентств недвижимости «Эксперт» Елена Андреева. По ее словам, спрос на новые квартиры по-прежнему высокий. Сохранение текущей стоимости на новостройке связано с дорогими стройматериалами. И даже если льготные программы ипотеки станут более адресными, себестоимость жилья не снизится. При этом под угрозой стагнации окажется рынок вторичного жилья. Особенно хрущевки и панельные дома, построенные в 80-е и 90-е годы. По статистике молодежь до 35 лет, планируя покупку, вовсе не рассматривают вторичку в качестве возможности для расширения. Они как-то резко перестали быть интересны молодому поколению. То есть если мы говорим, например, о молодежи, они просто не смотрят в сторону вторички. Они смотрят только на новостройку, на красивую картинку. Да, пусть ремонт, пусть нужно ждать сдачи. Но, тем не менее, вот такой тренд есть. И рано или поздно, наверное, мы уже видим сносы каких-то зданий. И вот этот круговорот жилья в природе, как я говорю, жилого фонда в природе, он все равно так или иначе будет влиять. Тем более УФА имеет такую специфику застройки. Мы все знаем, старые районы, новые районы. Напомню, в прошлом году в Башкортостане, по данным Минстроя, выдали 64 тысячи ипотечных кредитов на 268 миллиардов рублей. Число займов выросло на 60% по сравнению с 2022 годом.